В Красноярске прошел круглый стол под названием «Послание президента Федеральному собранию и перспективы развития частного предпринимательства в Красноярском крае». Организовали его союз журналистов и информационный портал «Бизнес-сайт». Впрочем, на самом мероприятии были собраны экономисты, ученые, законодатели, бизнесмены и правоохранительные органы, чтобы понять, чего хотел президент от предпринимателей и как это использовать на благо региона. Традиционное ежегодное послание президента, которое состоялось месяц назад, в этот раз имело небольшой красноярский акцент. Только два города были озвучены за время обращения Владимира Путина к Федеральному собранию дважды. Это Сочи и Красноярск. Причем, если Сочи в одном и ожидаемом контексте предстоящей Олимпиады, то Красноярск дважды на разные темы. Один раз об универсиаде, второй раз там, где президент предложил распространить действия льготных налоговых режимов на Красноярский край и Хакасию. И вот сейчас в Красноярске собрались эксперты за круглым столом, чтобы понять, как теперь капитал президентского доверия обратить в реальный инвестиционный капитал. Как нарастить объемы предпринимательской деятельности, чтобы экономика совершила рывок. Именно предпринимательской, только малый и средний бизнес могут произвести сейчас технологический прорыв. Те преференции, которые обсуждались в послании президента, связанные с бизнесом, которые будут драйверами роста Сибири и Дальнего Востока, очень важен фокус. Это фокус на несырьевые производства и на высокотехнологические производства. Это дополнительный такой инвестиционный толчок для вложения средств в эти инвестиции, в эти виды деятельности. И это совпадает со стратегическими целями развития края и города. Впрочем, эксперты довольно быстро разобрались в том, что преференции для предпринимателей зависят почти целиком от воли федерального центра. Это ставки налогов, которые можно было бы снизить. Это проверки надзорных органов, которые можно было бы сократить. И это тарифы естественных монополий, энергетиков и железнодорожников прежде всего. Когда-то уголь из Красноярского края отправляли аж до восточной Европы. Это тысячи километров. Сегодня тариф у железнодорожников таков, что предел рентабельности перевозок для бизнеса это 150 километров. И тариф, как известно, регулируется из Москвы. Но все это не означает, что здесь на местах мы ничего не можем сделать для улучшения инвестиционного климата. Эксперты с круглого стола сформировали резолюцию из возможных действий. Во-первых, мы, край и город, можем загружать малый и средний бизнес объемами. То есть формировать заказ и стараться размещать его среди местных же компаний. Во-вторых, нужно играть по правилам федерации. Сейчас в моде и в тренде проектный подход. Регионы предлагают новые полюса роста, как, например, ангар-енесейский кластер. А федеральный бюджет либо одобряет их и участвует, либо нет. В зависимости от того, насколько региональный проект будет интересен и экономически эффективен. Надо их квалифицировать как полюса роста. Они названы, но они не квалифицированы. И второе, системно связать их с реально всеми структурами бизнеса и всеми структурами власти. А не только то, что одна краевая бегает, занимается развитием кластеров. В кластере должен участвовать каждый предприниматель этой зоны. Тогда это кластер, объединение. Поэтому мы предлагаем другой подход к этому всему развитию. Проектно-ориентированный подход. Это новый вид на развитие экономики. И тогда он как раз и подтянет частный бизнес к конкретным проектам. Послание президента, это, что называется, открылось в окно возможностей. Если мы хотим, чтобы это работало на регион, работало на город, необходимо формулировать свои предложения. И это предложение не просто о снижении ставок. Это предложение должно нести содержательный характер. Какие бизнесы, на какие проекты мы будем делать ставки, какие проекты мы будем поддерживать, и на основе, на базе каких проектов будут развиваться вот эти зоны переживающего развития. В частности, сейчас, помимо уже известного ангара-енестейского кластера, формируется еще один агропродовольственный в южных районах Красноярского края. Так вот, наша задача – оформить это в, по сути, проработанный бизнес-план. Заявить. И в то же время постараться привлечь к новому кластеру малый и средний бизнес. Загрузить его работой. Это будет наш вклад в реализацию послания президента. А все остальное – тарифы, налоги и проверки – должны оптимизировать уже федеральное ведомство. Многие уже, наверное, слышали, что сейчас Дмитрий Медведев дал поручение Минрегионразвития, Минэкономразвития и новому Министерству по Сибири и Дальнему Востоку придумать те самые механизмы, которые сделают нашу территорию привлекательной для бизнеса. Так вот, чтобы они там, в Москве, не напридумывали что-то оторванное от жизни, у нас и собираются такие круглые столы. По итогам мероприятия была составлена резолюция с нашими местными, так сказать, хотелками и предложениями. Ну и судя по общему настрою, в Москве сейчас готовы выслушивать позиции с мест.